В эфире программа День города. Здравствуйте! В студии Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Стрельба, взрывы и десантирование. В Рязанской области состоялись совместные учения сотрудников Росгвардии, правоохранительных органов и спецслужб региона. Древняя некрополь. В Рязани вновь без ведома археологов рабочие раскопали исторический слой земли. Бездорожье в центре города. С чем приходится мириться водителям 21 века. Игра престолов. Накануне премьера знаменитого сериала «Наша съемочная группа» побывала на закрытом показе первой серии нового сезона. В Рязанской области сотрудники Росгвардии приняли участие в совместных учениях правоохранительных органов и спецслужб региона. Освобождение заложников, десантирование с вертолета, стрельба и взрывы. О ходе и результатах прошедших учений в материале Ирины Ковалевой. 18 июля в Чучковском районе было неспокойно. Взрывы, стрельба, вой сирен, гул вертолетов. У всех, кто находился неподалеку, наверняка возникали мысли о внезапно начавшихся боевых действиях или масштабных спецоперациях. Но, к счастью, на сей раз опасность условна. Спецподразделения правоохранительных органов и специальных служб региона совместно с сотрудниками Росгвардии приняли участие в масштабных тактико-специальных учениях. В сценарий учений таков. На охраняемый объект проникают преступники с намерением осуществить террористический акт. При попытке захвата террористы берут в заложники работников объекта, а часть нападавших пытается скрыться в лесном массиве. Учения проходили на нескольких точках. Их финал развернулся на полигоне военной части Чучковского района. Сейчас мы находимся в самом центре проведения спецоперации. И пусть опасность сегодня условная, бойцы спецподразделения работают по максимуму с использованием новейших средств вооружения и спецтехники. Бронеавтомобили «Рысь», «Тигр» и «Выстрел» под управлением бойцов ОМОНа и СОБРа Росгвардии участвуют в последней фазе спецоперации по преследованию и задержанию преступников, которые продвигаются к населенному пункту. Помимо наземной техники в учениях принимают участие многоцелевые вертолеты Ми-8 и личный состав мобильного отряда особого назначения войск Национальной гвардии Российской Федерации. Экипажем одного из вертолетов ведется ответный огонь по противнику, второй осуществляет высадку десанта. Сейчас вертолет Ми-8 производит высадку воздушной воисково-штурмовой группы на площадку десантирования штурмовым способом с режима зависания. Главная задача – не допустить продвижения преступников в сторону населенного пункта Дубровка. Высадка десанта проводится на предельно малых высотах, что требует высокого мастерства пилотирования. Главной целью данных учений является отработка взаимодействия силовых структур и органов власти Рязанской области при проведении контртеррористической операции на охраняемом объекте. По окончании учения заместитель командующего Центральным округом войск Национальной гвардии России генерал-майор Игорь Гетманов отметил, что действия личного состава были слаженными, высокопрофессиональными и соответствовали существующим реальным планам обороны охраняемого объекта. Вы видели, что работаны вопросы взаимодействия, потому что применялась авиация, авиационные подразделения, применялись подразделения специального назначения войск Национальной гвардии, это у нас отряды СОБР и ОМОН, ну и вопросы взаимодействия непосредственно с УКСИН по Рязанской области. Данные мероприятия нужны, дабы в случае, они не исключены в проведении, вот если он разведывается крупным попыток проникновения, видите какой блок получается по взаимодействию, организации действий, дабы предупредить данные попытки. Всего в учениях приняло участие порядка 200 человек. По окончании проведения учебной спецоперации личному составу были вручены почетные грамоты и ценные подарки. В очередной раз в центре Рязани без ведом археологов раскопали исторический слой земли. На этот раз рабочие, которые на территории десантного училища занимались возведением современного храма, вычерпали эскаватором остатки средневекового православного храма вместе с древним некрополем. Тем самым вновь был нанесен урон истории нашего города. На место древнего захоронения проход затруднен. В ситуации разбиралась Алена Куколева. Сто лет назад на месте этого забора из профлиста стоял храм Владимирской иконы Божьей Матери. Построен еще в 17 веке храм был ровесником Успенского собора Рязанского Кремля. Такова история России. В начале 20 века многие церкви подвергались уничтожению. Оказались под землей и этот храм, и окружавший его средневековый христианский некрополь. Сегодня этот участок примыкает к зданию музея ВДВ и принадлежит десантному училищу. Весной этого года рязанские археологи и краеведы обнаружили здесь надземную часть древнего храма и начали переговоры с командованием училища ВДВ с целью приступить к археологическим исследованиям на режимном объекте. Чего сделать ученые так и не успели. 16 июля остатки средневекового православного храма вместе с древним некрополем были вычерпаны экскаватором на площади в несколько сотен квадратных метров. 16 числа я проезжаю по улице Семинарской и увидел, что здесь экскаватор копает яму глубиной более трех метров. То есть ситуация откровенно, вот на мой взгляд, по моей оценке как археолога, это самый яркий случай вандализма в отношении русских кладбищ на территории города за последние несколько лет. По грустной иронии судьбы котлован вырыли с намерением возвести на территорию училища современную часовню. Нами зафиксированы факты разрушения фундаментов, соколей древнего православного храма. Вероятнее всего, также подверглись разрушению и захоронения, которые его окружали. То есть, очевидно, без согласования с региональным госорганом по охране памятников, без привлечения археологов, без предварительных археологических исследований. Объект был уничтожен и остатки людей, человеческие останки, остатки храма были вывезены на самосвалах, угадайте куда? На свалку твердых бытовых отходов на окружную дорогу. Этот некрополь, по мнению ученого, может относиться и к более раннему времени. Все православные приходские храмы на территории города ранее окружали себя некрополем. Около храмов хоронили, проще говоря. И лишь в 18 веке, по указу Екатерины, захоронения на территории города пресекаются, кладбище выносится за городскую черту. Таким образом, расположенный здесь некрополь относится как минимум к 17 веку. А учитывая то, что каменные храмы зачастую ставились на местах более древних деревянных храмов, то есть храмовое место сохранялось традиционно, на нем ставились культовые сооружения, то данная некрополь может относиться ко времени ранее 17 столетия. При вывозе грунта с места строительства ученым все же удалось в буквальном смысле спасти некоторые фрагменты архитектурных элементов древнего храма. Это белокаменная плита, тесанная белокаменная плита с изображением четырехконечного креста, стоящего на горе Голгофе. По всей видимости, этот элемент находился в экстерьере русского православного храма. Возможно, он завершал портал, то есть вход над храмом. Аналогичное изображение, похожее изображение мы можем видеть, скажем, в Николодворянском храме, который также постройки рубежа 17-18 веков. Кроме этого камня археологи изъяли из автомобилей ряд человеческих останков и костей. После их передачи епархии они будут перезахоронены. То, что спасти ученым не удалось, было вывезено, впрочем, строительным мусором и грунтом на рязанские свалки. Сейчас вы увидите замечательную картину. Санкционировалась свалка твердых бытовых отходов. Лично теперь остатки храма, человеческие кости, это твердые бытовые отходы. Когда во время строительных работ находят останки людей, стараются собрать эти останки для того, чтобы все-таки захоронить их как следует, как требуется, чтобы отдать дань уважения и памяти этим людям. Согласно закону, обнаруженные ранее неизвестные захоронения подлежат обязательному перезахоронению. На данный момент по факту его нарушения ученые отправили письма в прокуратуру и государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия. В Госдуме хотят запретить контактные зоопарки. В отредактированном законопроекте об ответственном обращении с животными появились строки, которые фактически упразднят деятельность контактных зоопарков. Такие движения начались в связи со скандальными событиями в Санкт-Петербурге. Там посетителей покусали еноты, и прокуратура изъяла этих зверей. В Рязани контактные зоопарки также популярны, но подобных скандалов, к счастью, не было. Две недели назад зоозащитники Петербурга подняли шум в связи с инцидентом в одном из контактных зоопарков города. Семь енотов, якобы покусавших посетителей, изъяли из зоопарка и поместили в ветеринарную клинику. После проверки в отношении должностного и юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, а судьба изъятых енотов будет решаться после карантина и курса реабилитации. Однако тем, кто увлекается животным миром, хорошо известно, что еноты – животные очень социальные. Им постоянно необходимо внимание и общение хозяев, которые вряд ли обеспечат в нынешних условиях содержание. Между тем, скандальная история стала катализатором для депутатов Госдумы. В новой редакции законопроекта об ответственном обращении с животными появились строки, которые фактически упразднят деятельность контактных зоопарков. Так, физический контакт с животными будет возможен только в том случае, если зверь находится в клетке или вольере. Определенный контроль за работой подобных зоопарков необходим, так считают даже сами владельцы таких мест. Законопроект, конечно же, нужен, потому что деятельность контактных зоопарков сейчас никто не регулирует. То есть у нас есть только ветеринарные нормы, которые все должны придерживаться. Но закона как такового нет. Нет такого понятия – контактный зоопарк. Они появились сравнительно недавно. И закон нужен. И закон нужен, который будет регулировать именно эту деятельность. Мои пожелания, чтобы я видела в этом законе, это чтобы у каждого животного был просторный вольер, а не клетка. Зоопарк должен быть, любой зоопарк, он должен быть эталоном комфортного содержания животных. Человеческий фактор – вот что важно в работе с животными. Забота о каждом питомце гарантирует прекрасное состояние зверушек. А сопровождающий специалист зоопарка, который расскажет, каждому посетителю, как обращаться с братьями меньшими, проследит, чтобы дети не поранили и не уронили зверя. И чтобы зверята, в свою очередь, ненароком не поранили посетителя. В таком взаимодействии под присмотром грамотных сотрудников посещение превращается в сказку. Если животных не брать на руки, их не тискать, чего мы не позволяем в нашем зоопарке, то животное не испытывает стресс. Мы разрешаем гладить по спинке. Малышей совсем мы берем за ручку и показываем, что надо гладить аккуратненько по спинке, не трогать ушки, не трогать глаза, только по спинке. И даже вот на примере кролика, он сидит спокойно, когда его гладят по спинке, как кошечка, он не убегает. Кролики, когда не чувствуют опасности, они сами идут на контакт. Уход за животными требует немало времени и средств. Один только енот Форест, любимец публики, обходится в 10-15 тысяч рублей в месяц. Корм премиум класса, постоянное наблюдение у ветеринара, игрушки – все это не только гарантия хорошего состояния зверей, но и безопасности общения с ними для посетителей. Устоять перед очарованием маленьких пушистых питомцев не в силах даже взрослые брутальные мужчины. Вот и наш оператор не отказал себе в удовольствии отдохнуть под действием кроликотерапии. Начинать день с кроликотерапии не только приятно, но и полезно. В правильном контактном зоопарке, где ухаживают должным образом за местными обитателями, общение с животными превращается в удовольствие не только для посетителей, но и для самих зверушек. Не каждый может отвезти ребенка в деревню, сейчас и в деревне-то животных мало осталось. Не каждый может завезти дома зверушек. А с животными, безусловно, надо из детства детей приучать. К нам просто приходят детишки из больших городов, и они абсолютно не знают, как себя вести с животными, они боятся даже кроликов. Некоторые даже не знают, что это кролик, они называют его собачкой или кошечкой. То есть животное, которое они постоянно видят, а вот таких кроликов они ни разу в жизни не видели. И если с детства ребенка приучать, то же даже самого маленького, ему один-два года-три, если правильно показывать, как нужно общаться с животными, что можно погладить, что нельзя чужое животное взять просто так на руки и нести его, и уронить, а просто можно погладить, то ребенок, мне кажется, с самого детства у него формируется правильное отношение к животным. Сразу после скандала в Питере природоохранная прокуратура Рязанской области проверила трогательные зоопарки нашего города. В том, где сегодня находимся мы, никаких нарушений не выявлено. А директора попросили внести свои предложения и пожелания, которые учтут при разработке законодательной базы, контролирующей деятельность трогательных зоопарков. Ремонт дорог, который полным ходом идет в нашем городе, не может не радовать автолюбителей и пешеходов. Однако в самом центре Рязани, недалеко от цирка, о том, как это ездить и ходить по нормальной дороге, уже забыли. Грязевые ванны и бодрящий душ из-под колес проезжающих авто к этому жители уже привыкли. Все прелести бездорожья испытала на себе и наша съемочная группа. Езда по бездорожью в самом центре города – то, к чему привыкли рязанцы. Не обращая внимания на неудобства, автомобилисты выбирают для себя дорогу, ведущую от улицы Свободы к цирку. Для многих этот путь стал единственным проездом к дому, поскольку Кремлевский вал в результате провала асфальта остается заблокирован. Вот эта дорога, это всегда здесь такая? В принципе, ее никто не ремонтирует. Хотя, наверное, она к городу, я думаю, каким-то образом должна относиться, да? Ну, здесь все время так. А еще теперь, я говорю, там перекрыто вообще. Теперь очень тяжело. Тут дороги-то нет, накатали просто. По сути, конечно, тут все надо, асфальт положили. Когда-то дорогу ремонтировали жильцы десятиквартирного красного дома, расположенного на улице Войков-Переулок. Однако, они не могут поддерживать ее состояние бесконечно. Теперь неподалеку здесь ведется строительство нового дома. Пока неизвестно, станет ли это здание чьим-то частным жильем, или же дом строится для других целей. Периодически работа над ним прекращается и возобновляется на протяжении нескольких лет. Когда возобновилось строительство этого дома, на дороге, прилегающей к нему, появилось еще больше песка, грязи и строительного мусора. Начиная с весны этого года и без того забытая богом дорога пришла в еще более плачевное состояние. Машины со стройки, автомобили, горожан. Этого хватило, чтобы распространить грязь по всей округе. Наша телекомпания долго ждала комментариев от прораба, который прятался за железобетонными кольцами. В итоге он все-таки вышел к камере. Это частная территория, это все смотрится и все заканчивается. А вы мне скажите, почему вы грязь отсюда развозите? Вы грязь почему развозите и не отрешаете? Не надо вот эту часть территории, вы не имеете права звонить. А почему вы мне не хотите ответить? А я не буду отвечать вам. Вот так отреагировал прораб на наш вопрос о том, почему развозится грязь на проезжую часть. Как сообщили при личном общении сами строители, в проекте объекта возможно предусмотрен ремонт небольшой части этой дороги по завершении строительства. С другой стороны, грязи в этом году прибавилось еще и благодаря действиям представителей Рязанского государственного университета. Кирпичный старый забор, который проходил по периметру вуза, весной был снесен. На его месте появился железный. Но во время демонтажа со склона на дорогу было выброшено огромное количество земли и кирпича. Этот мусор окончательно не убран до сих пор, а грязь уже распространилась по дороге. В это же время здесь продолжают ходить пешеходы. Конечно, неудобно. Вот тащу ребенка на себе. Однако людей пугает не только качество дорожного покрытия, но и те старые дома, которые годами продолжают стоять на этой улице, нетронутые. Они горели, разваливались, на них уже растут цветы. В них продолжают жить бомжи, но они как будто бы никому не принадлежат. Опасная обстановка, грязь, бездорожье. И все это в самом центре города, около цирка, который, ко всему прочему, к Новому году планируют ввести в эксплуатацию. Может быть, хотя бы к этому моменту дорогу отремонтируют, для того, чтобы граждане могли проехать на представление от РГУ к цирку. Стоит добавить, что проезд в обратную сторону запрещен. И автолюбители, которые двигаются по этой дороге от цирка к улице Свободы, нарушают правила дорожного движения, проезжая под кирпич. Субботним вечером 15 июля у одного из торговых центров произошла серьезная драка между таксистом и его пассажиром. К ней подключилось еще несколько человек, и драка обрела массовый характер. На днях нашей съемочной группе удалось узнать подробности происшествия. Об этом далее. Вечером 15 июля на парковке у торгового центра произошел конфликт с участием пяти человек. Массовая драка попала на видео и стала главной новостью в соцсетях. Но перед приездом полицейских почти все ее участники скрылись. На парковке остался только водитель такси и его автомобиль с поломанными дверьми и помятым корпусом. Сотрудники полиции по записям камер видеонаблюдения торгового центра и парковки установили личность участников конфликта. Пятерых жителей Рязани разыскали и доставили в отдел полиции для разбирательства. В ходе проверки выяснилось, из-за чего произошел сам конфликт. 15 июля вечером 28-летний житель Рязани решил добраться до дома на такси. Подхожу к таксисту и говорю, вы занят? Он говорит, я занят. Я, ну не знаю, выпивший был. Я хлопнул сильной дверью и он стал нецензурными словами в мою сторону. Словесный конфликт грозил перейти в потасовку. Охранники торгового центра разняли ссорящихся. На этом история могла закончиться. Если бы знакомая нетрезвого мужчины, не позвонила бы его приятелям. Когда они приехали, злоумышленник вырвался из рук охранника. Подоспевшие на помощь товарищи повредили двери и помяли корпус автомобиля. Затем они скрылись. Позже личность их была установлена полицейскими. В настоящее время по данным факту задержаны пятеро мужчин, по которым, собственно, проходит материал проверки. Им установится их вина в совершении данного преступления. 28-летнего рязанца, который подозревается в том, что он выступил инициатором конфликта, взяли под стражу. Ему грозит наказание сроком до пяти лет. «Игра престолов» является одним из самых популярных и самых дорогих по производству сериалов современного кинематографа. Он основан на книге Джорджа Мартина «Песни о льда и пламени». Книгой сериал нашли множество фанатов по всему миру. И 17 июля кинотеатр «Малина» подарил всем рязанским фанатам «Игры престолов» возможность увидеть первую серию нового сезона знаменитого сериала на большом экране. На закрытом показе побывал Валерий Седов. Дорогие друзья, мы приветствуем вас на предпоказе первой серии нового сезона «Игры престолов». Валар Маргулис! Кинотеатру «Малина» действительно удалось невозможное. Фанаты сериала «Игры престолов» безумно ждали 17 июля, даты начала седьмого сезона. И в день международной премьеры они смогли увидеть ее на большом экране, да еще и в русской озвучке. Как заявил генеральный директор кинотеатра «Малина», сделать это было непросто. Совместно с МТС и телеканалом «Фокс» удалось организовать это поистине грандиозное событие для поклонников. Наш кинотеатр всегда любит удивлять жителей нашего города, поэтому мы решили организовать данное мероприятие. Помимо самого показа фильма, у нас сейчас будет шоу-программа, любой желающий может пофотографироваться с настоящими волками, могут посидеть на троне и поучаствовать в разных викторинах, также выиграть еще билеты в кино. Посидеть на железном троне в этот вечер мог любой желающий. Представители нашей съемочной группы также не удержались. Однако вскоре пришлось освободить место самим персонажам «Игры престолов». Тирион Ланнистер, Дейнерис Бурерожденная и Мелисандра окружили заветный трон. Они рассказали нам, чего ждать от новой серии. Даже сам не представляю. Захватывающие сюжеты, неповторимые музыки, костюмов и всего интересного. Конечно же, красивые костюмы, спецэффекты. Мы вообще очень-очень долго ждали, целый год. Мы были в том году на премьерах. И в этом году мы очень ждем, что будет какая-то развязка. Что-то уже нам покажут такое, о чем мы не знали, не читали, о чем мы не догадывались. Ни один из пригласительных билетов на закрытый показ не был продан. Все они либо разыграны в социальных сетях, либо в день самого показа. В эфире программы «Город просыпается» нашего телеканала три счастливчика также получили возможность посмотреть первую серию на большом экране одним из первых в мире. Это мой любимый сериал. Я буквально фанат. И прям вау. За пять минут до начала показа зрители стали заходить в кинозал и занимать свои места. Буквально через несколько секунд настанет тот момент, которого все так ждали. Первая серия седьмого сезона «Игра престолов». Чшшш, сейчас. Это все новости на данный момент за событиями. Вы можете следить на нашем официальном сайте, а также в группах в соцсетях. Хорошего вам настроения и до встречи. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? КОНЕЦ